Добрый день, друзья! Сегодня мы рассмотрим часть вторую. Такая тема, как работа в многонациональных экипажах. Ну что ж, поехали! Влияние состава экипажа на безопасность на борту судна. Существует несколько причин того, почему сегодня моряков можно назвать заложниками глобализации. Одна из них – это мировой спрос на логистику, так как рынки не особо озабочены наличием границ. И то, что экипажи стали частью этого мирового рынка, есть несомненно вопрос денег. Как показывает практика, судовладельцам достаточно сложно влиять на рынки топлива, страхования и портовых сборов. В то время как расходы на содержание экипажа рассматриваются как плавающие расходы и могут регулироваться. Также новая философия, имеющая место быть в последнее время, утверждает, что техническое обслуживание судов не является приоритетом. Затраты на экипаж могут составлять свыше 40% общих расходов на содержание судна, которые, в свою очередь, зависят от возраста судна, размера и национальности экипажа. Другие операционные расходы, как обслуживание, ремонт, снабжение, страховка, также зависят от возраста судна и могут составлять около 15%. Стоимость экипажа также зависит от флага судна и может быть вдвое выше при сравнении европейский флаг и удобный, флаг типа Либерии, Панамы или Сингапура. Еще одной причиной растущего числа смешанных экипажей является социальный аспект. Рост уровня жизни в развитых странах Западной Европы, США и Японии вызвал также изменения на международном морском рынке труда. Любая страна, претерпевающая экономический рост, требует притока труда мигрантов. Связано это с появлением более широких возможностей и интересов для ее собственных граждан в сфере образования и служебного роста, что и приводит к нехватке рабочей силы при выполнении определенных видов работ, так называемых «dirty, dangerous and difficult» – 3D – грязной, опасной и трудной. Профессия моряка – это прежде всего однообразная, монотонная, психологически трудно восприимчивая деятельность. Заработная плата сегодня может быть незначительно выше оплаты труда квалифицированного рабочего или служащего в развитых странах. Это еще одна из причин, почему мы все больше встречаем экипажей судов из представителей развивающихся стран. Работая дольше с более низкой заработной платой, наемные моряки могут обладать плохими языковыми навыками и худшей профессиональной подготовкой. Официальная статистика несчастных и аварийных случаев на борту судов не может рассматриваться всерьез, так как в большинстве случаев работодатели скрывают реальные факты для снижения уровня таких происшествий, скрывая свои суда под удобным флагом. Сегодня во многих случаях судовладельцы и менеджеры судов в значительной степени возложили ответственность и делегировали операционную деятельность по найму экипажей на кривинговые агентства в третьих странах, обращая внимание на конвенционное соответствие кандидата в должности на судне, но не утруждая себя надлежащим интервьюированием каждого кандидата на профессиональную пригодность, полагаясь на результаты популярных тестов, которые должен пройти каждый кандидат. У меня так не получается, поэтому я постоянно прохожу собеседование, даже начиная с должности второго механика, не говоря уже сейчас, даже в офис езжу постоянно. В связи с этим в странах популярных морских национальностей развились и активно работают структуры выдачи сертификатов без надлежащего обучения, успешно работает рынок поддельных морских документов с вовлечением в нелегальную деятельность соответствующей морской инспекции и регулирующей органы, культурная адаптация моряков. Многие люди отправляются в другие страны для изучения неизвестной, но интересной им культуры сознательно, заранее подготовившись к такому шагу. На моряках же внезапная смена культурной среды обитания может сказываться по-разному и далеко не всегда они должным образом осведомлены о составе и разнообразии национальности экипажа, где им предстоит жить и работать в ближайшие месяцы. Как же избежать культурного шока в таком случае? Ну, в данном случае мой сын поехал работать с французами. С французами я не работал, поэтому сказать ничего не могу. Пока что, я думаю, он больше об этом расскажет, когда придет из рейса. Ну, думаю, что, наверное, будет не весело, потому что разные у нас культуры. Сохраняйте гибкость, не стройте иллюзии, делитесь личным пространством с окружающими. Давайте рассмотрим 10 советов для общения с разными культурами, и, возможно, это поможет избежать некоторых конфликтов и недоразумений, посещая какую-либо страну или общаясь с моряками других национальностей. Первое. В западных культурах учат всегда смотреть людям в глаза. То, что вы отводите глаза, часто воспринимается как отсутствие искренности или уверенности. Но, к примеру, в Японии наоборот. Пункт. Постоянный зрительный контакт считается грубостью или даже агрессией. А вот у славянских народностей длительный прямой зрительный контакт можно считать своего рода приглашением к более близким, так сказать, интимным отношениям. Два. В Индонезии считается крайне грубым тыкать указательным пальцем, особенно если указывать на человека. Третий пункт. На Филиппинах, если кто-то предложил угостить вас едой, то он же первым и делает себе заказ. При этом приглашенный должен заказать равноценное или ниже стоимости блюда. Такая традиция не вызовет трудностей на борту, но может внести сумятицу для моряков, сходящихся местом на берег. Четвертый пункт. В Китае и других азиатских странах считается невежественным наливать самому себе собственный напиток. Как правило, спутник должен предложить налить напиток собеседнику, а он в свою очередь нальет напиток в ответ. Это не так сложно, как кажется, если вас немного. Пункт. Пятый. В Бангладеш жест «Thumbs up» – палец вверх. Фейсбучный лайк или знак одобрения у славянских народностей считается обидным оскорблением. Пункт. Номер шесть. В Германии придвинуть стул ближе к хозяину считается оскорблением, так что будьте внимательны, хотя на борту судов предметы для сидения обычно принотованы к палубе. Пункт. Седьмой. Тишина и молчание – золотое правило на территории всей Скандинавии. Отбросьте назойливое чувство необходимости заполнять любую тишину разговором. Тишина часто используется как время размышления и прелюдия к тому, что будет сказано дальше. Некоторые моряки зачастую не в состоянии бороться с этим. Восемь. Во многих европейских странах пунктуальность – это чрезвычайно важное качество. И любое возможное опоздание должно быть заранее оговорено. Британский вахтенный помощник будет очень раздражен, если вы опоздаете для смены его по вахтам. Номер девять. Когда имеем дело с моряками с Ближнего Востока, всегда используется рукопожатие, которые могут длиться достаточно долго. Исламский этикет рекомендует, чтобы один ждал, когда другой отведет руку, прежде чем сделать то же самое. Всегда используйте правую руку. Не удивляйтесь, если ваша рука удерживается, когда вас ведут куда-то. В большинстве арабских стран считается вежливым тоном, знаком дружбы среди мужчин держаться за руки при ходьбе. Но это не для нас точно. Тот подумает, что не той ориентации. Номер десять. В некоторых африканских и азиатских культурах вежливость является ключевой чертой. Соответственно, европейский и американский стиль прямого и фамильярного общения является неприемлемым. Грубые или прямолинейные высказывания могут стать причиной оскорбления. Какое же влияние культурные различия могут оказать на моряков? Если вам удалось избежать длительного зрительного контакта, не использовать поднятый вверх большой палец, не двигать стулья, излишне не шуметь и всегда приходить вовремя, скорее всего, с вами все будет в порядке. Но шутки в сторону. К сожалению, культурные недоразумения на борту – это серьезное дело. Особенно с потенциальными языковыми барьерами и с необходимостью правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях. Некоторые утверждают, что самые потенциально безопасные суда – те, на которых экипаж представлен каждой национальностью в единственном лице. Это точно. В этом случае прибавляются другие проблемы психологического характера, связанные с изоляцией и одиночеством. Но это якобы уже другое дело. Ничего, я два раза на контракте был, один с индусами, второй раз с индусами и итальянцами. Слушайте мои морские истории, и ничего со мной не случилось. Эксплуатация, преследование дискриминации в международном судоходстве. Представители различных морских администраций выражали беспокойность и рекомендовали судовладельцам принять меры для улучшения социальной культуры на борту судов и обеспечения так называемой социальной сплоченности экипажей в виде того, что имели место случаи, переходящие от шуточных к трагическим исходам. И подобные инциденты несут серьезные последствия для безопасности в судоходстве. В связи с этим практически все компании сегодня разработали меры о предотвращении эксплуатации и преследовании дискриминации на судах. Такая политика устанавливает определенные стандарты действий, описывает типы поведения по категориям и подчеркивает, что проблемы, связанные с правами человека, принимаются всерьез. Заключение. Что можно порекомендовать для того, чтобы сплотить экипаж из разных национальностей и избежать недопонимания между членами команды? Во-первых, для обеспечения необходимой безопасности коллектива и груза на борту судов процедуры найма клиентовых агентств должны включать должное тестирование на знание как повседневного, так и морского рабочего английского языка. При неудовлетворительном результате давать правильные рекомендации для улучшения знаний и навыков кандидата. Во-вторых, должная культурная осведомленность – дело судовладельца, который принял решение о найме многонациональных экипажей. Нет никаких сомнений, что совместимость на национальном уровне очень важна для предотвращения этнических конфликтов или враждебности на борту судна. С другой стороны, предполагается, что судовладельцы следуют рыночному спросу и предложению, поэтому они сделают выбор на самой низкой цене и, очевидно, что о правильной этнической комбинации они будут беспокоиться в последнюю очередь. Все стороны, вовлеченные в судоходство, включая организацию IMO – International Maritime Organization, судоходные компании, клинговые агентства и общеобразовательные учреждения по всем направлениям и уровням должны сосредоточить свои силы для обеспечения максимальной безопасности морской отрасли, сократив число морских инцидентов до минимума. Давайте же будем взаимно терпимы и вежливо понимать и принимать наше многообразие и культурные различия. Ну что ж, вот и конец статьи. Чтобы услышать больше, и как это все в реальности происходит, все эти перечисленные мои национальности, с кем я работал, их 14 национальностей где-то, так, слушайте мои морские истории, там я все подробно рассказал. Оставляйте свои комментарии, с кем вы работали, какие у вас были впечатления, какие кухни вы там отведывали, как вы испытывали одиночество. Пишите в комментариях, буду рад ответить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok